Как справедливо отметил Владимир Владимирович Путин во время прямой линии, главная проблема Крыма в том, что там практически разрушена инфраструктура, что в постсоветское время Украина только доила Крым, но ничего туда не вкладывала. Кстати, по украинской экономической статистике так не скажешь. Она выстроена таким хитрым образом, что все регионы, являющиеся основными источниками доходов страны в целом, на бумаге выглядят дотационными. Как это сделана эта тема? Отдельного профессионального разговора, но сам факт очевиден уже достаточно давно. Так вот, Крым сейчас находится в полуразрушенном состоянии именно потому, что там два с лишним десятилетия почти ничего всерьез не ремонтировали. И понятно, что для его восстановления и дальнейшего развития понадобятся немалые средства. Так же, как понятно, что все эти средства многократно окупятся, если даже в полуразрушенном состоянии Крым был источником громадных доходов для бюджета Украины в целом. Что касается внешнего давления, ну, скажем, большей частью видов продовольствия Крым вполне может обеспечивать себя самостоятельно, даже будучи отрезан от Днепровской воды. Большая часть крымского хозяйства может быть восстановлена силами самих жителей Крыма. Транспортная изоляция будет в ближайшее время преодолена. И пропускная способность моста, который будет закончен года через 3-4, будет в несколько раз выше пропускной способности тех дорог, что пролегают сейчас через перешей, связывающий Крым с Украиной. Соответственно, и проблем с транспортной доступностью не будет уже в ближайшее время. А то, что жителям Крыма сейчас недоступны американские информационные сервисы, это только повод для того, чтобы и Крым, и Россия в целом начали активнее развивать собственные альтернативы американским информационным сервисам.